Доброе утро, дорогие друзья! И, наверное, последнее, что я хотел бы сказать о покаянии, это то, что истинная метаноя всегда приводит к прощению. Почему? Потому что метаноя никак не мыслится без осознания своей греховности. Вы знаете, когда мы с вами осознаем свою греховность, то мы понимаем очень важный факт. Невозможно самостоятельно справиться со своими грехами. Невозможно решить эту проблему никак. Это нереально. Нам нужна помощь. И, знаете, вот с осознанием своей беспомощной греховности или беспомощного состояния в грехе и крайней нужды в чьей-то помощи, мы понимаем других людей, которые находятся в этом положении. Мы понимаем, что это просто очень больно. И, знаете, Иисус очень хорошо на эту тему сказал, что ты судишь брата, у которого сучок в глазе, а в твоем глазе бревно. Вым прежде бревно из своего глаза, и потом ты будешь знать, как вынимать сучок из глаза брата твоего. Знаете, когда вы вынимали сучок, когда вы вынимали что-то из своей жизни, когда вы боролись с грехом, когда вы его преодолевали, вы понимаете, что это процесс трудный, очень болезненный и очень непростой. И пропадает само желание судить другого. Вы не пытаетесь себя остановить, увидев человека, думать, вот козел. Но вы не говорите это, потому что вы праведник, и вы сдерживаете себя. Нет. Вы внутреннего желания не имеете кого-то вообще называть такими-то небиблейскими эпитетами. Итак, истинная метаноя приводит к отказу от нас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!